И хочу я начать с маленькой темы, на самом деле одной из самых глубинных тем для размышления, для рассуждения. То, что вас зацепит, и на эту тему я предлагаю повариться в следующую недельку, до следующего клуба. Смотрите, в эзотерике есть свои представления. Есть абсолютно во всех практиках, когда говорят, мы свободны в своем выборе. Закон свободы выбора нарушать нельзя. Любое вторжение в границы человека чревато откатами, последствиями и так далее. Это во всех учениях абсолютно есть. Точно так же во всех учениях есть, что есть закон кармы. Есть закон причинно-следственных связей. Если мы делаем то-то, то нам приходит это, как ответная реакция и так далее. Эти два закона, само собой разумеется, что они должны существовать одномоментно, ежесекундно и так далее. Вот вы здравомыслящие люди. Подумайте, как может быть свободен выбор, если есть закон причинно-следственных связей. То есть это априори две вещи, которые противоречат друг другу, которые уничтожают друг друга. И на это ни в одной из практик вообще не обращается внимание. Есть такие законы, и то, и другое мы придерживаемся. То, что они взаимно противоречащие, оно само собой разумеется. Но если посмотреть и на мир внешний, и мир внутренний человека, то они тоже исключают друг друга. То есть у нас все, дуальность начинается с того, что все задвоено, и дальше есть некая золотая середина. И вот в этих законах при их совмещении тоже есть определенная золотая середина. Я предлагаю, как их рассматривать. Закон причинно-следственных связей, закон кармы и так далее, он вообще в каждом моменте здесь есть. У нас же есть только вот этот проявленный мир. Другого мира нет, а в прошлом, но в будущем есть только мысль, есть представление. Так вот, в моменте здесь и сейчас закон причинно-следственных связей представлен зерном, которое содержит одновременно и причину, и следствие. И это зерно на данный момент, вот в этом моменте, оно не раскрыто. Оно раскрывается вот в этих промежутках времени, где существуют только мысли и представления. Выбор, он тоже есть только в моменте здесь и сейчас. Но дело в том, что если мы осуществляем выбор, то как бы, ну само собой разумеется, что тогда закон причинно-следственной связи не должен работать, мы должны идти туда, куда мы выбрали. И здесь возникает такой-такой, ну классный-классный момент, который, его даже словами очень трудно передать, поэтому я заброшу вам образ. Вот недаром всякие эти суфи и так далее, они образы кидали, потому что сами процессы иногда трудно выражаются словами. Вот представьте, есть земля, в которой есть дерн, да, и на него насыпали много разных зерен. Вот это зерна, это разные жизненные ситуации, которые у нас случаются. Дерн – это наш эмоциональный фон, наше восприятие, наша система ценностей и убеждений, как мы воспринимаем вот эти вот зерна, пропускаем мы их или нет. Дальше слой земли. Вот зерна упали, да, и в какой-то момент есть те, которые в дальнейшем прорастут и укрепят этот зерн, есть те, которые не прорастут, сниют и ничего не будет, есть те, которые перейдут из жизни в жизнь. Таким образом, и вот эти вот зерна причинно-следственных связей, они прорастают не все. И даже есть определенный, в этом мире все абсолютно логично и все стройно. Мы, кажется, думаем, что хаотично, нету хаоса, и в пространстве вариантов тоже нету хаоса. Все достаточно гармонично, стройно-устроено. Единственное, что это не всегда поддается нашей логике, потому что связи могут быть немножко другие. Но вот эти зерна попали в определенный слой, да, на котором у них есть шанс прорасти. Если мы эти зерна будем культивировать, они однозначно прорастут, да. Если мы эти зерна не будем культивировать, есть те, которые загнутся, есть те, которые взойдут бурьяном. Если мы в этот момент скажем, что, ну вот примерно так работает закон причинно-следственных связей. Если мы начинаем осознанно прорабатывать свой эмоциональный пласт, вот этот зерн, да, то в какой-то момент очень много зерен попадает. Землю и начинает прорастать. И жизнь становится хаотичной. Те, кто занимался практиками, они зачастую видят, что вот они что-то поменяли в себе, да, и раз-раз в жизни вдруг начало формироваться то, что им не надо. Ну они вроде не просили у Бога это, а оно вдруг поперло. И говорят это и с откатами связывают, там разные оправдалки. На самом деле просто убрали вот этот слой, который сдерживал рост, который сам естественным образом формировал игру, да. Ведь цель – сформировать игру, чтобы мы играли. И если мы ее своим выбором сами не формируем, то закон причины и следствия делает это за нас. Он просто берет и доформировывает вот из этих вот зерен, которые упали когда-то ситуативно, которые мы не доработали, осознание из них не изъяли, уроки не прошли. И значит, ну все классно, значит они прорастают, и мы проходим на новый круг. Когда мы начинаем баламутить и первое, что отрабатывать теми же самыми радикальными прощениями, там разными практиками, убираем вот эти эмоциональные напряжения, первое, что происходит снаружи, это начинают хаотично прорастать какие-то непонятные ситуации. И научиться их отслеживать осознанно и понимать, вот это к этому изъяло сознание, завершил, это к этому изъяло сознание, завершил. Очки набираются быстро, ситуации эти очень быстро сворачиваются, и как бы на левке проходят таких вот серьезных приливок, ну не происходит серьезных болезней у человека, да. Но зато отрабатываются те старые, незавершенные кармические вещи, которые, ну возможно они бы и не проявились, а возможно и проявились бы. И вот этот вот слой, пока мы неосознаны, он работает вот как машина, одно формирует другое, да. В тот момент, когда мы начинаем вообще осознавать, как это происходит, откуда это прилетает, что это прилетает, зачем это нам, к чему, чему учит, да, в этот момент у нас появляются первые ростки осознанности, и в это время мы уже можем выбирать. Но вот по выбору, опять-таки, по осознанности у нас слова-то заезженные, есть определенное представление, у людей есть определенное представление. Вот, например, тот же самый выбор у нас может сочетаться с тем, что у нас получится в голове. Ну вот, например, я вот сейчас стою и выбираю там ламборджини, малиновенькую, и прямо сейчас, да, почему Бог мне ее не дает? Да потом претензия к Богу, что ты же меня ограничила на самом деле. Но, видите ли, для того, чтобы это все начало реализовываться, для того, чтобы это был выбор, здесь работают такие моменты, если мы осознаны, если, а мы можем выбирать только в состояниях осознанности, мы выбираем то, что идет под наш внутренний запрос, под запрос бессознательного, что соответствует нашему оптимальному развитию. Возможно, там ламборджини вообще не предусмотрено. И вопрос выбора совместно, что работает наилучшим, наивысшим образом, в состоянии сотворения, да, то есть вообще вот эта игра, она напоминает такую школу, когда родитель водит ребенка в ходунках. Вот так нас водит. Вот вроде ребенок волен идти куда угодно, да, а с другой стороны, вот эти вожжи, папа и мамы, мы учимся ходить. Вот примерно в таком вот состоянии у нас происходит обучение, примерно в таком состоянии работает карма и закон свободы выбора. Если интересы родителей и ребенка совпадают, мы вообще вольны выбирать все, что угодно, да. А как только интересы не совпадают, и эти интересы у нас очень четко завязаны, закручены с нашим бессознательным. Поэтому те вещи, которые мы считаем, что вот сейчас от ума нам отвалится, вообще программа ума, она для того, чтобы формировать дальше игру, и вот играть в эти моменты, когда она вдруг не дорабатывает, и мы не включились в игру, да, то тогда дорабатывает закон причины-следственных связей. Все равно мы играем, мы развиваемся. И вот эти вот поводки, они у нас будут. Поэтому говорить о том, что мы настолько свободны, настолько свободны, да, я бы на самом деле не стала. Я в то же самое время упрекать и предъявлять претензию к Богу, что мы совсем не свободны, оно тоже вроде как-то неправильно. Ну мы же в каких-то рамках мы все-таки свободны, да, но все равно эти рамки есть. Они ограничены вот этим мастериальным пространством, изначально его законами, изначально его правилами и так далее. Другой момент, что игра становится ненапрягающей, она вызывает больше удовольствия, в ней отсутствует действительно страдание, и мы ловим больше кайф тогда, когда мы действительно учимся осознанно что-то выбирать. И вот эти моменты, когда у нас проявляется осознанность, это на самом деле важные моменты и для Бога, и для нас, потому что мы пришли учиться осознанности. По сути дела, это основная задача – научиться фиксироваться на том, что бы мы творили. А это элементы вот именно наши, когда реализуется наша внутренняя потребность. Вот это сотворчество, когда реализуется. Вот. Для чего рассказываем? Смотрите, когда мы говорим об осознанности и о внутренних потребностях, надо чётко различать и на что-то ориентироваться для того, чтобы понять, что это мне действительно надо, чтобы мы брали не умом, а в каком-то единении были с Богом в момент, когда мы будем как-то себя проявлять, чтобы наши замыслы, скажем так, совпадали. Вот когда они совпадают, тогда у нас развивается всё наилучшим образом. Опять-таки, так как мир дуален, то у нас будет внешнее отражение, у нас будут внутренние отклики. И у нас... Продолжение следует... Продолжение следует...